5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Такое решение было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. В России праздник отметили различными экологическими акциями. Елизавета Кабанова продолжит тему. Экологическая акция «Береги лес» уже стала доброй традицией в Ненецком округе. В организованном субботнике принимают участие как коллективы организаций, органы власти, так и общественники. Для генеральной уборки в этом году выбрали лесной массив в окрестностях Наринмара, где часто отдыхают горожане. За каждой организацией, органы исполнительной власти распределяются участки и они уже принимают участие в акции. Убирая мусор, складируя в контейнеры, а контейнеры в дальнейшем уже вывозятся на полигон. В целом, что хотелось бы отметить, мы сегодня видим, что даже в сравнении с прошлым годом мусора стало намного меньше. Это говорит о том, что растет осознанность и люди в целом более ответственно относятся к тому месту, где проживают и отдыхают. В Ненецком округе уделяют много внимания экологическому воспитанию населения. В течение года проходят различные акции, такие как «Посадить дерево» и «Чистые берега». Основная их цель – воспитать и сохранить бережное отношение у людей к природе. Крайний север, все-таки, такая природа очень чуткая. И действительно, были излежащие места около Наринмара, они очень были в последнее время захламлены. И хорошо, что сейчас, как бы сказать, народ проявляет такую активность именно в уборке. И не просто даже организованно, а когда многие, когда выходят просто на природу отдыхнуть, тоже собирают мусор, мы тоже так вот и делаем. И поэтому вообще надо природу Крайнего Севера беречь. У нас ее не так много здесь, где и мест отдыха не так много. Поэтому мы не такие, наверное, на природу богаты, чтобы так вот и разбазариться. Ее надо хранить. «Выезжая на природу со своей семьей и друзьями, не забывайте убрать мусор после себя. Подавая правильный пример подрастающему поколению, мы не только формируем у них привычку беречь природу, но и делаем окружающий мир чище». Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север.